Сегеж Как вы считаете, что делает для города глава администрации? Я даже не знаю. Ага, все, спасибо большое. Ужас просто с нашими дорогами, конкретный ужас полный. Беспорядок постоянный. Значит, содержание домов тоже в частности отвратительное. Много проблем, постоянно это решается годами. Люди травмируются, попадают в неловкие ситуации постоянно. Только из-за того, что управляющая компания не следит как следовало бы. Подрядная организация не соблюдает свои полномочия, полные, которые должны делать по договорам. В целом, спокойно так-то. ЖКХ, как вы скажете, оплата? ЖКХ, оплата, конечно, это наводит на размышления. Потому что зарплаты не так растут. Оплата повышается. Сейчас мы знаем, в июле еще, в июне, да, будет опять повышение тарифа. Сложно, сложно людям, многим сложно получается. Пенсии поднимают, но остальным что делать? Зарплата ни у кого практически не поднимается. На ЦБК индексируют зарплату, а в целом тоже на жизнь, получается, не хватает. Скажите, пожалуйста, администрация для города делает что-либо? Если честно, вот как обыватель, я хожу по городу, да, может какие-то работы производят, но в целом я не вижу, не замечаю. Мы вот так, конечно, общаемся тоже с людьми между собой, так как граждане тоже. Не замечаем основного что-то, чтобы делать к улучшению. К улучшению мало чего делается. Плохая уборка, плохие дороги те же самые, мост в отвратительном состоянии разваливается. Заявление писали, что там дыры эти не заделывают. Еще много проблем, много. Все, спасибо. В Богоди не устраивает. Я, а вон там пойди покажу, провалим. Я провалился, живу там. Как вас устраивает жизнь в Богоди? Люди хорошие, вообще народ бесподобно хороший. Это сама из Белоруссии, но здесь уже прожила 30 лет. Но удручает сам город. Грязный, серый, унылый. У нас вот мэр, пусть он не обижается, но вот стула места. Он только вот по закону. Это я не могу, это я не могу, это закон не позволяет. А по душе, где он? Вот пришел к одному, поговорил по душе, к другому. Я в Белоруссию езжу. Там приезжаешь, город как мозаика. Весь разукрашен. Ну они же откуда-то находят эти деньги. Почему мы такие нищие? Согласна. Хотелось бы спросить мэрию нашу. Сидят, подсчитывают, все не хватает и не хватает. А когда хватает? А если по душе? То, наверное, на все хватит. А скажите вот по услугам ЖКХ, как вы скажете? Ой, ну я на Легубской живу. Приедете, посмотрите наши услуги ЖКХ и посмотрите. Что у нас? Ну тоже все уныло. Не знаю. Платить, стараемся платить. Как можем. Но услуги все дороже и дороже. Это просто невозможно. Уже семье, даже средней семье, потянуть даже невозможно. Я говорю, если вот у меня дочка 10 тысяч получает и двое деток, а садик 3 тысячи, представляете? А 7 квартира, то можно идти уже куда? Зубы на полку. Честное слово, от нищеты от этой. Выкручиваемся, как можем. Сидержные пороги нищеты. У нас получают где зоны, милиция, пардон, врачи, ну и учителя. Еще более-менее какая-то зарплата. Все остальное, ну, мэрия, не будем обижать, получают тоже неплохо. Все остальное в таком печальном состоянии, ей-богу. Ладно, денег мало, но не умеешь заработать, как они говорят, надо зарабатывать. Но не получается, но уже бог с вами. Но сделайте так, чтобы было весело. Откроются какие-то кафешки развлекательные, вот площадки. А где наш парк, посмотрите. А ведь раньше, какой был парк? Неужели мэрия не в состоянии найти спонсоров? Я думаю, в состоянии. Правы, дороги. Мы все время убирать, там ничего нет. Все надо убирать. Да. Хорошо. Все культурно убирают. Все, спасибо большое. Еще хотел бы поднять проблему, такой вопрос. Почему у нас нянечки, да, нянечки точно так же работают, пусть они как бы полдня там, может, неполный рабочий день, но их зарплата очень маленькая. И в местном бюджете у нас почему-то не закладывается это все. Все, людям просто как обидно встают за это все. И в целом за город еще просто с маленькими зарплатами. Я, насколько вижу, просто приходя в садик за своими детьми, вижу, как люди сколько получают. Ну, вот знаю, да, например, просто разговариваю даже с нянечками. Почему у нас нянечки получают меньше всех тоже. В целом, вроде как мы живем все спокойно, да, но коснись чего, нам приходится годами, месяцами бегать, чтобы чего-то добиться. Те же сосульки с крыш, которые могут убить людей, постоянно падают. Почему наши органы не следят за этим? Люди проходят с колясками. Несколько лет назад мою жену беременную чуть не убила. Вот буквально вот с этой крыши упал лед. Вот таким слоем. Я думаю, за это надо отвечать кому-то. Так что в целом наши органы просто не работают, не следят ни за чем. Я думаю, даже прокуратуре стоит обратить на это внимание. Почему жалобы людей, граждан отписываются месяцами. Месяцами все это идут просто отписки, что ничего нету и все хорошо. Все следится. Нигде ничего практически не следится. Люди страдают. Как всегда, мы население должны страдать. Почему? Сплоченности у людей нету совсем. Чтобы нам изменить нашу власть, нам с вами, нами, с вами, с людьми, надо как-то хотя бы собираться, обсуждать какие-то темы, поднимать. Заявлений больше писать. Будьте внимательнее друг к другу все-таки. Оставайтесь. Всего доброго. ЖКХ у вас устраивает? Ну, я не сказала, чтобы ЖКХ выполняет ту работу, за которую мы оплачиваем. То, что мы оплачиваем, мы еще приходится сто раз в году прийти и выбивать, как говорится. Скажите еще вот такой вопрос. Город Сегежи чистый город или? Нет. Чистый город. Что вы еще можете сказать, чтобы для улучшения города Сегежи бы? Не знаю. Если бы побольше инициативных людей были, которые бы организовали, чтобы не только, чтобы ЖКХ хотя бы в своих городах убирать, но никто ничего не хочет. Никому ничего не надо. Как вы относитесь к чистоте города Сегежи? Ой, чистоты-то в городе и нет. Шузба работает, не тут только один мост, а где в подворотнях ничего не убирается, грязь, мусор. Скажите, как вы относитесь к работе администрации города Сегежи? Трудно сказать. По телевизору слушаем, слушаем, а толку нет ничего. По-моему, все грязь. И ЖКХ дорогое, и все, 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 короче. Не очень все хорошо. А дороги как у вас? О, дороги после весны, после зимы убийства. Я вот езжу на машине, в ЛДК туда, там вообще трудно сказать. Да везде в подворотнях. Вот я живу там вроде в налоговой инспекции, вроде в учреждении государственное. А дорога туда заезд, никто не хочет делать. Уже 15 лет такая дорога там. Скажите, пожалуйста, пару слов о жизни в городе Сегежа. Ну что, много грязи. Что я могу сказать? А лучше убирать. Вот. Цены большие в магазинах. Ну да, по оплате большие очень. Как вы можете сказать, вот администрация, как участвует в жизни города Сегежа? Ну что-то я даже не знаю, участвует ли. Даже не могу сказать. А как вот вы, жители города Сегежа, скажете, изменился город в лучшую или в худшую сторону? Ну, частично, да. В лучшую. Частично, да. Ну, чистоты. Чистоты хочется в городе. Чистоты. Побольше дворников, чтобы было. Не жалели бюджета эти, чтобы была полная чистота для детей, для маленьких. В дополнение скажу, значит, у нас местные органы самоуправления следят просто. И органы, которые должны следить за качеством воды, которая отвратная у нас полностью. Вода с запахом, с привкусом каким-то. Думаю, это тоже влияет на самочувствие людей даже. И, думаю, надо задуматься все-таки об этом. Что-то изменить. Конечно, изменить. Надзор полностью. У нас, я так считаю, что органы управления, которые должны следить, городские, местное самоуправление, наша власть, должны обязательно за этим следить. От этого зависит здоровье людей. Услуги ЖКХ как вас устраивают? Да, меня устраивают. А по поводу работы администрации, по поводу города в целом? Ну, это города в целом, если то дороги мне не нравятся. Даже вот в центре это что-то невероятно. Ну, плохо в общем. Некрасиво. А как вы скажете, вот заработная плата, вот, может быть, у вас, возможно, внуки вот ходят в садики? Ходят. Цена за садик? Дорого. Очень дорого, да. Ну, дешевле не будет. Выхода нет. Все равно приходится платить, оплачивать. Помойки у нас чистятся в себе же. Сейчас посмотрим. А нет, не чистятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА